Давайте врываться в игру. Это все-таки Джейд Друид и это все-таки Фейс Вар. То есть, ну, вот опять в таких моментах видна разница. Сборная, например, России, сборная Украины, сборная Соединенных Штатов Америки. Вот по сравнению с такими командами у нас нету как такового лайнапа, который строится на контрпик оппонента. Мы просто выбираем колоды, на которых играем. Ну, давайте смотреть. Новая Зеландия открывается на Фейс Варе. Есть у нас Улучшение в руках, есть Корсар, есть Арканитовый Жнец. В ответ Джейд Друид, это Гнев, это Гоблин, это Чудище и Нефритовый Идол. Две карты остаются в руках, это Гнев и Нефритовый Идол. Приходят два Нефритовых Цветка. Очень даже неплохо. Будем ли надевать сейчас Улучшение, будем ли активировать это Заклинание. Что это нам дает? Нам это дает Жуткого Корсара за 3. В любом случае, второго хода по-прежнему нет. Просто скипать. О чем мы играем? Мы играем или от топ-дека первых дропов. Первых дропов у нас в колоде зачастую 4. А если играть, как играет сборная Америки, то 5, потому что еще в Арген добавляется в сумме. Первых дропов больше, чем вторых, не учитывая топоры. Поэтому шанс того, что тебе зайдет именно единичка, выше. Поэтому апгрейд на первый смысл надевать нету, согласен с тем выбором. И теперь уже натягиваем апгрейд, бьем. И у нас есть монокривая. В принципе, третий, четвертый, пятый. Да, это медленно, но это хоть что-то. Тут разгон по мане. Выход на четвертый кристалл через нефритовый цветок. Топ-дек героического удара. Это явно слабо. Сейчас мимо кассы, как говорится. Определенно нужно будет разбивать у нас глаза стико и пушку. Моб нефритового паренька, который стоит на столе 2-2. Иначе ты поставляешься под размах. Задумались у нас. Новозеландцы. В принципе, вот если так посмотреть на Global Games, у нас ребята отыгрывают зачастую медленно. Потому что идет обсуждение командное. Соответственно, когда советуются 4 человека, то где-то есть споры. Где-то есть определенный момент позиционирования существ. Да, поэтому что в этом матчапе с позиционированием можно повременить. И на него не так сильно обращать внимание. Но вот там, например, в матчапах против того же Гюнтер Мага, у которого сейчас есть Метеор. Против того же, не знаю, Разбойника, который может украсть предательство и подобных. Подобное противостояние все-таки очень решает, как и куда ты ставишь существ. Как мы уже говорили с Найманом, как я говорил с Ником Чипером. Есть один чип в команде, который за это должен отвечать. Каркрон на стол. И если ты пойдешь в 2 трейда, все будет плохо. И если ты пойдешь в лицо, все будет опять-таки плохо. Отвордительная рука для Пират Вара и замечательная рука для Джейд Друида. Это именно тот момент, когда Джейд Друль может переиграть Пирата. Слабое откровенное открытие для Пирата Война. Первый ход Скип, второй ход Афгрейд, третий ход Таун. Ну, это не то, что вы хотите видеть на Пирата Войне. В то же время у Джейд Друида все идеально. Идол, цветок, цветок. В руках есть гнев, в руках есть чудище. И дар природы тебе на добор. Что еще нужно Друиду? Это Каркронский Воин. И... Сморк. Сморк. Но если не ударит пушка, это будет ошибка. Нет, все-таки ударил. Нужно драть последний заряд Секиры. Потому что дальше у тебя будет Арканитовый Жнец. Тут два размена. Нефритовое чудище. Простой ход. Это 1-0 в пользу сборной Аргентины. Тут можно дальше не играть вообще. Ты надеваешь Арканитовый Жнец. В этот ход ты не меняешь чудище. В следующий тебе нужно будет играть Нагу, которая усилит твое оружие на единичку, чтобы забрать нефритовое чудище. Ты пропускаешь со стола 12 урона себе в лицо. Все грустно, печально, досадно. Но это без вариантов. Попробуют у нас тут посопротивляться сборная Новой Зеландии. Ну, я думаю, что тут уже можно немножко отвлечься от стола. Я думаю, уважаемые зрители, что вы и так видите, что тут происходит. Все очевидно, все просто и понятно. Меня вот скорее интригует следующий момент. У нас колода FaceVoin переживает довольно-таки интересные времена. Довольно популярная колода в Латтере, которая всегда... Ну, как бы ее синонимом это был именно FaceVoin. То есть вар, который контролирует ваше лицо. Сейчас колода Война потихонечку превращается в скорее мидрэндж колоду. То есть она уже отдает неким темпа Войнам старым, возможно. Мы видим все больше ситуативных карт, которые добавляются наподобие Капитана Зелени Амса, который появляется в той или иной колоде, который сам по себе довольно-таки медленный пятый дроп. Мы видим вот Разрушителя Чарльз, Пилбрейкер на английском. За 4 Кристаллмана, 4-3, который также ситуативный довольно-таки дроп. И все это вместе колоду делает тяжелее. Вот что интересно. Нет, друзья, это не повтор. Сейчас 4.17 по киевскому московскому времени. С вами судья Старладдер, эфире Лебедь. И мы смотрим прямую трансляцию матча сборной Аргентины против сборной Новой Зеландии. Не нравится, не нравится эта ситуация. Ребята, мы с Новой Зеландием. Смертельный удар отдаем в Гоблина. Ай, как же это все неприятно. Это героический. Героик страйк, просто хочешь в манус сыграть. Ну да, пожалуй, это вариант героик страйк и Сайленс на Гоблина. Или даже так, и Мортал Страйка будем убивать. Но ты тогда можешь умереть на следующий ход, если так играешь. Ну да, Сайленс-то играть не можешь. Там просто летал будет со стола. Ну окей, это 1-0. В пользу сборной Аргентины. Лебедь Невер Слип. Да-да, друзья. Стараемся, стараемся радовать вас хорошими играми. Будем надеяться, что сегодня игры будут определенно классными. Первая игра была... Ну, не такой интересной, будем откровенны. Как-то в одну калиточку разобрались. Ребята, у нас на Друиде им вырывается вперед. Именно вот этот парень. Что дальше? На какие колоды мы посмотрим, я точно хочу видеть жрецов. Потому что жрецы сейчас зачастую попадаются именно дракона-жрецы. Причем эта колода показывает неимоверно крутой результат. С вами тоже Дримхак, который мы освещали не так давно. Вот букальна тех выходных, пятница, суббота, воскресенье. Комментировали Дримхак. И там жрецы ворвались просто с невероятной статистикой. То есть, если вы вспомните, буквально недели полторы-две назад жрецы, да, встречались. Но это не была там довольно результативная колода. То есть, ну, такой уверенный тир-2, тир-3. То есть, в тир-1 она точно не вылетала. Сейчас жрец смотрится круто. Сейчас жрец выигрывает игру за игрой. Он разносит оппонентов как агрессивных, так и контроль оппонентов благодаря Элизе, благодаря тому, что мы можем через видение добрать эти паки. Благодаря раскопке драконов. Все эти карты, они помогают вам в игре. Такс, давайте смотреть на что поинтереснее. Паладин плюс Хант, Друид плюс Паладин. Ну, выборы Паладинов тут очевидны. Паладин сейчас все-таки самый стабильный класс. Скажем так, король меты. Последний раз, я такое помню, после нас эры Секрет Пала, затем как-то Паладин был позади. Можно вспомнить некоторые, скажем так, рывочки от Мурлок Пала, но они не особо уменьшались успехом. То есть, там только на тринити-серии, я помню, стрик от Мурлок Пала. Где-то еще что встречалось с этой колодой, честно говоря, не припоминаю. Именно современный Паладин, именно Мурлок Паладин, но уже на концепции не через мурлоковратность судьбы. Вот такая комбинация на 30-32, это новая колода, то есть, скорее, темпа колоды, которая выставляется по монокривой. Она ворвалась в топ, и она сейчас играет очень-очень жестко. Есть три вида этого Паладина. Первый вид, это максимально агрессивный Паладин, где поехали Волнамуты, Волноловы, все по монокривой. Озерный Охотник, все это бафается и несется вам в лицо. Вариант номер два, это Мид-Рейндж-сборка. Где у нас встречаются в поздней стадии игры такие карты, как Смотритель, такие карты, как Тирион, Светлый Рагнарос, Тарим. Новая легендарная карта за 6 маны со стами 3-7, которая является провокацией, делает все существа на столе со стами 3-3. Также, например, Гривнистый Скакун за 6 маны. То есть, у нас появляется больше ситуативных карт, и у нас есть возможность сыграть, скажем так, красиво в лейт-гейм. И третий вариант Паладина, который сейчас встречается, в нем вовсе нету Мурлоков, а это концепция Энзот Паладина. Да-да, того самого парня, который ворвался у нас в топ мета его, в топ ладера после выхода дополнения Древних Богов, после выхода дополнения Old Gods. И эта колода встречается сейчас, причем, как-то сказать, что она видоизменилась сильно, да нельзя, на самом деле Энзот Паладин, за исключением Гривнистых Скакунов и нескольких ситуативных карт, каким был, таким и остался. Но колода результативна, но все-таки Энзот Паладин уступает своим Мурлоксобратьям тем, что он тяжеловат. Есть еще такая колода, как Элем Паладина, который играл Календо, на которой Календо брал топ ладера, но было это уже две недели назад. Две недели, будем объективны, для новой меты это довольно-таки большое расстояние, поэтому эта колода уже отошла на второй план. Элем Палая, последний раз видел, ох, давно, то есть я его в ладере, наверное, последний раз встречал, тоже недельки там две-три назад. Ждем мы, что это будут за Паладины, я более чем уверен на 99,9, что это будут именно Мурлок Паладины, потому что Энзот Пал, это выбор Скуба под лайнап в формате Конквест, то есть в формате Завоевания, он хорошо смотрится в анти-таунт-вар лайнапе. Мы туда добираем у нас тяжелого Шамана с двумя Эхом, мы туда добираем Энзот Паладина и просто выносим вперед ногами таунт-воинов. Тут колоды должны играть со всеми, потому что на кого вы попадете, на какой класс вы попадете, вы не знаете. Соответственно, вам нужно делать максимально сбалансированный, скажем так, лайнап из двух колод, которые будут играть и с агрессивными колодами, и с контролью колодами. Мурлок Паладин, та колода, которая может сыграть абсолютно со всеми. У этого парня нет ни одного ярко выраженного плохого матчапа. У него есть ранняя игра, у него есть мид-рэндж стадии игры, у него есть поздняя игра. Так что посмотрим, какие звуки используют все-таки, ребята, контроль или агрессия. Врываемся, наконец-то, в игру. Ребят, стартанули. И что у нас? Видим мы от Пасра, что эта прекрасная девушка будет играть у нас на агрессивной концепции. Паладина, потому что мы видим такого замечательного парня, как Мурлинзя или Финджа. Также мы видим воина Синежабрых. Не самую популярную карту в Мурлок Паладинах. Ее используют как раз-таки в дополнение к Финджа. Сам по себе этот парень не играется. В ответ мы видим кода. Я бы сказал, что от Пенсии это именно мид-паладин. Посмотрим, кто сильнее. Да, печать королей, это прям такой намек. И Пасра будто говорит, ребята, ребята, я играю на агрессивном Паладине. Вопрос, что же эта прекрасная девушка использует в поздней стадии игры? Мы увидим тут лишь Тарима, например, одного грибнистого скакуна Этириона. Или, возможно, она как-то видоизменила свою колоду. И добавила туда еще что-то интересное. Наподобие светлого Рагнароса, который редко играет в агрессивном именно концепте Паладина. Возможно, тут есть Смотритель, да исторические драконы. Посмотрим, посмотрим. Задумываясь над первым ходом у нас, хочешь через монету сыграть войны синие жабрых, серьезно, это ломает все мы на кривую. Как по мне, лучшим ходом тут будет пропуск. Вот насколько бы это не звучало парадоксально, но подставлять своего Волнамута под размену ты не хочешь. Тратить монету для того, чтобы потом куковать и ничего не выставлять на стол, так же не хочешь. Как по мне, скип это самое адекватное решение. Но нет, сборная Новая Зеландия решает сломать себе всю монокривую и надеяться на то, что оппонента не будет никакого второго дропа. По-моему, это довольно-таки наивное решение. Чего могли бояться? Окей, давайте просто прикинем, от чего могли отыгрывать. Вот Озерного Охотника, бафа 2-3, мы его не размениваем. Ну, то есть, еще один Мурдов выходит на стол, остается 3-3. Но у нас тогда остается монета и Трусильвер на третий. Ну, не знаю, не понравился мне этот ход. Как-то... Как-то странно это выглядело. Тут три секрета на выбор. Ну, я думаю, что Redemption должен забираться, пока и не смотрится плохо. Блокер. Разве что, чтобы сыграть от Трусильвера. Не знаю, не знаю. Ммм, PNC уже, кстати, вернулся. Насколько я помню, в последней игре сборной Аргентины я эту игру не комментировал. Я помню, комментировали Александр и Олеся. Там паладин... Точнее, не паладин, простите, а PNC у нас не выступал, потому что он находился... Если я не ошибаюсь, в Остин, он как раз летел на DreamHack Остин. И потому вместо него играл у нас другой игрок и была самая настоящая замена на турнире. Ну и вот, Новая Зеландия отдала монетку. Теперь приходится прожимать способность героя. На третий ход максимум, что выйдет, это полководец. И PNC просто делай, что хочешь. Тебе отдает инициативу в руки, учитывая при этом, что по крайней мере по стартовым картам именно у PNC, кого-то тяжелее. Соответственно, в поздней стадии игры он будет тут фаворитом. И Аргентина. Ну, Волномут. Плюс Воин Синежаврых. Гидролог разменяет рекрута. Идем в лицо. Освещение через монету быть не может. Не поспоришь с этим ходом? Третий. Ну и? Думает, ставит ли полководца. Я, конечно, буду серьезным занудой. Но как монетка на первый ход, которую мы отдали? Новая Зеландия. Ну, грустно это выглядит. Ну, не знаю, ребят, но... Выиграл, конечно, Новая Зеландия свою первую игру, но это был далеко не самый сильный оппонент. И сейчас игра от Новой Зеландии, что выбор колод, что их действия вызывают... Сказать вопросы, это не сказать ничего. То есть, вызывают даже удивление несколько. Тирион Стоп Дека. Не самая сейчас нужная карта. Но способность героя плюс секрет будем использовать. В размены нужно идти обязательно. Нужно забирать рекрута одним из Мурлоков 2-1. В любом случае... А над чем задумались ребята из Аргентины? Не хотите подставляться под освещение и прожимать обилку? Не хотите играть в секрет? Хотите его оставить на когда? На седьмой? Ну, на пятый выходит Кода, на шестой выходит Тарим. То есть, если вы сейчас не играете в секрет, вы его оставляете на седьмой. Забирать Noble Sacrifice Ложись, чтобы играть его на седьмой? Серьезно? Думают, какого из Мурлоков лучше отдавать? Ну, однозначно лучше отдавать рыбок, гидролога оставлять на столе. Ну, возможно, продумали какие-то дальнейшие действия. Не знаю, ребята из сборной Аргентины. Тут ход, ну, уж совсем простенький. Новая Зеландия. Это или серебряный клинок, или мегазавр. Другого не дано. Но гидролог сейчас выглядит просто отвратительно. Ты ходишь опять в разнобой по мане. Окей, ребят, вот просто давайте вспомним игру от Новой Зеландии. Первый ход на агрессивном паладине. Мы прожимаем монету, отдаем рывок воина синежабрых. Забираем вражеское существо в трейд. Второй ход способность героя. Третий ход мы опять делаем несильный. Четвертый ход вместо мегазавра и вместо серебряного клинка мы ставим гидролога. Мегазавра Почему? Просто почему? Что вы будете делать на пятый ход? Понимаю, если бы Новой Зеландии исполняла на контроль паладине, это сейчас пассивная игра, дабы затем сыграть не знаю там пиромант, равенство, зачистить весь стол, пойти давить лейтом, не знаю там, Тирион и Зера смертокрыл. Пошло-поехало. Но что происходит сейчас мне не совсем понятно. Проверяли таким образом, ну, можно это оправдать тем, что мы играли от покаяния, проверяли секрет, что у нас не вышло существовало с одной единицей здоровья. Ну, друзья, если это на самом деле Repentance, то ты и так в невыигрышном положении, то есть тебе и так не выиграть эту игру, если у тебя сейчас отбирают стол. Ну, ладно, окей. Давайте просто будем наслаждаться игрой, следить за веб-камерами игроков, думаю, что туда у нас устранилось просто взглядов. Ну и что? Удар. О, нет, это блокер. Что же делать? И теперь серебряный клинок. Класс. Кого будем забирать? Полководца. Тяжело. И играть Redemption. Здорово. Интересный ход от Новой Зеландии. Тарим, фл фейс. Провидец, стоп-дэк. Я бы уже все равно провидца после Тарима играл. Тарим, вначале объем риа крутом, чтобы проверить, наложись. Дальше даем в лицо, оставляем 7 хп. Так, понимаете, друзья, если бы, как вы выражаетесь, так тупо была отдана монета, это была бы единственная ошибка в этой игре, я бы на самом деле ну как-то не обратил бы на этого особого внимания. Но сборная Новой Зеландии умудрилась за 6 ходов сделать 4 мисплея. То есть ход не в ману, плохая монета, ну, окей. whatever, как сказали наши англоязычные коллеги, не пошло, не повезло, что поделать, вот, идеально отыгрывали, просто картонки не заходят. Счет 2-0, сборная Аргентины должна добивать сейчас Новую Зеландию, если она не соберется, если будут играть ребята в таком же стиле, я боюсь, что у них в целом шансов дальше на Global Games не будет. Ребятам нужно собираться, ребятам нужно пересмотреть свою игру, как минимум игру на паладине. Так нельзя исполнять на этом классе. Это класс довольно-таки агрессивный, это класс, который должен давить, ну, то есть, простите, не класс, а конкретно вот эта сборка. Вот эта сборка паладина, она должна играть все-таки по-другому, мы привыкли ее видеть в другом разрезе. Смотрим мы, тут у нас Развойник и Жрец против Мага и Жреца. Не хочет Флеймлорд попасть Жрецом на Рогу, понятное дело, и выбирает Мага. Меня удивляет выбор Роги в этот момент, то есть, почему бы тебе с Жрецом не сыграть против Мага? 100% там от Флеймлорда Жреца быть не может, он боится напороться на Рогу, потому что это Миракл, Жрец, но это, наверное, единственное объяснение. Не знаю, не знаю, ну, не знаю, почему сейчас я не в Разбойниках, в таком пике подозначено против Мага смотрится в 10 раз лучше. именно Андуин, потому что небольшое количество хила, у него есть возможность давить, возможность раскопать из колоды оппонента айсблоки, чем бы то ни было, если это какой-нибудь там Миракл, Жрец, то это будут Сверхкорни, это будет Лира, это будет Тьма Заклинаний, если это Дракон, Жрец, понятное дело, там просто раскопки из колоды через Драконида Шпиона. Посмотрим. Флеймлорд сыграет против Налгуидана. Аргентина против Новой Зеландии. Маг, вероятнее всего, мы сейчас увидим все-таки сборку Гюнтера, вероятнее всего, мы сейчас увидим этого старого доброго Мидиев Мага. Другие Маги у нас встречались на Дримхак, но это скорее колоды, которые привозят, чтобы удивить, привозят, чтобы лишний раз как-то обескуражить оппонента на Глобал Геймс, как я уже неоднократно говорил, тебе нужно выставляться именно под пик, под лайнапы максимально играбельные колоды, которые будут играть с наибольшим количеством оппонентов. Тут не работает стратегия с тем, чтобы что-то пытаться законтрить и так далее. Ты можешь попасть на других два класса, поэтому твои классы должны оптимально играть со всеми, то есть один прикрывать спину другому, как боевые товарищи должны тут выступать у нас архетипы. Посмотрим, что это за рога, я на 99,9 уверен, что это именно квест-рога, Миракл-рогу я могу вспомнить на Глобал Геймс в количестве. Из того, что я комментировал двух штук, вчера от сборной Румынии была у нас одна Миракл-разбойница и на прошлой неделе по-моему как раз таки сборная Южной Кореи исполняла на Миракл-разбойнике, если мне не изменяет память. Смотрим за продолжением этой игры Аргентина пока что ведет 2-0 и все идет к тому, что Аргентина будет выигрывать 3-0. Но, друзья, это только первая игра и это играют, то есть Новая Зеландия далеко не фаворит данного турнира. Следующая игра Гонконг против Южной Кореи это просто шикарный матч. Даже если бы у нас было 6 матчей в день, то есть, как мы обычно комментируем, то Гонконг против Южной Кореи мог бы стать матчем дня, то есть, центральным матчем, потому что две сборные очень сильные. У одной сборной счет 0-1, у второй 1-1. То есть, ребята проиграли свои первые встречи, ну, проиграли одна первая встреча, одна вторая встреча, то есть, у ребят сейчас далеко не лучшее положение в турнирной таблице и им нужно побеждать, потому что счет 0-2, там уже и 0-3 как бы недалеко и вылет с турнира и это не устроит ни сборную Гонконга, ни сборную Южной Кореи уж точно. Смотрим мы на мулиганы и фростновая из блок, фростболт и собиратель сокровищ. Здравствуй, старичок, морозный маг, давно я тебя не видел. В ответ, безусловно, это именно разбойник на задаче. Квест, рога так называемая. Нужен топ-дек на второй ход сейчас для квест-разбойника молодого хмелевара или паромщика, чтобы это потом можно было реализовывать. Тут ты можешь скрыться агрессивно через монеты собиратель сокровищ, но от роги банально. Способность героя даггеров мастер и мы забираем обоих существ и талноса и собиратель сокровищ в два хода. Вопрос, стоит ли эта монета того? Учитывая руку, я бы монету точно не тратил. Эта монетка может пригодиться тебе попозже. Друзья, полные составы команд, как и кто с кем играет, как и полное расписание турнира, можете найти все на официальном сайте. У нас Blizzard, которая называется Battle.net. Там есть абсолютно вся информация, но я вас в любом случае с этими командами познакомлю уже непосредственно перед следующей игрой. Сейчас уже не буду забивать этим время и вам голову. Все-таки давайте следить за данным противостоянием. Должно быть тоже интересно. И в итоге скип от мага согласен с этим решением. Это правильное решение. На сей раз не форсировали события с монеткой. Ну и теперь собиратель сокровищ смотрится более чем логично. Ну что? Новая Зеландия. Ходи-ходи. На чем думаешь? На тем, чтобы через монету поставить служителя более... А что ты будешь делать на третий? Всегда, когда вы делаете любой ход, вы должны смотреть на ход вперед. То есть, окей, ты ставишь через монету околита. Согласен, этот ход формально сильнее, потому что служителя более так просто квас-троги не забрать, и нужно его или морозить, или ты начинаешь этим околитом идти в размены. Но что ты делаешь на третий? Начинаешь опять ходить не в ману, то есть ты сейчас отдаешь монету, чтобы поставить третий дроп, для того, чтобы на третий ход поставить второй дроп. По-моему, это околит, служитель боли от Новой Зеландии. Все, я перестаю анализировать игру этой команды, я понял уже, что тут так не прокатывает. Ребята играют себе по-своему, делает, как знают. Окей, с Аргентиной все-таки попроще, они играют ну как-то увереннее и очевиднее, что ли. тут появляются у нас пылки элементаль, Алекстраза стопдека, это неплохо. Да, это дроп, который тебе сейчас не нужен на третий ход, но лучше получить Алекстразу уже сейчас в руки, чем не получить ее в этой игре вовсе. Алекстраза это одна из тех карт, которые сыграв на девятый ход могут выиграть тебе партию. В принципе, ключ в данном противостоянии является следующее. Сумеет ли квест-разбойник сбить ледяную преграду, сломать этот АС-блок, сорвать его до выхода Алекстраза? Если разбойнику это удается, то чаще всего разбойник выигрывает, потому что приходится играть Алекстразу себе в лицо, урона практически никогда в такой ситуации не хватает, ты уже не можешь добирать, ты должен играть пассивно, должен прожимать какие-нибудь интеллектные чердеи, чтобы искать второй АС-блок надеяться, что оппонента нет рывков и так далее. В случае, если АС-блок не сорван, Алекстраза играется в фейс и на десятый тебе прилетает летальный урон от двух огненных шариков и ледяной стрелы. А теперь мы играем АС-блок. Вот такая стратегия Волод Новой Зеландии. Окей. На столе находится пылкий элементарь. К сожалению, мы не можем его сейчас разбить. Этого сыграло определенно на руку для сборной Аргентины. Поэтому идем в лицо, пробиваем способность игры в лицо и похоже, что ничего не будешь ставить. Да, хочет идти именно на пылких элементарях. Уже у нас есть по сути три огневичка. Два выпадут сейчас из элементаря. Еще одного мы вернем шедоу-степом, поставим еще один раз. Если приходит молодой хмелевар или паромчик, считайте, что квест у нас выполнен. Умоляю, только не огненный шар в него. Боже, пожалуйста, не делай это. Нет. Нет, ну... Так, друзья, смотрите. Чем ты быстрее убиваешь два-три, тем ты даешь больше шансов разбойнику на победу в этом матчапе, потому что он выставляет данного паренька два-три пылка элементаря, только чтобы его убить. Собиратель сокровищ Талнез. Я уже испугался на самом деле. Друзья, дожить до 9-10 хода магам не так тяжело. Именно фризом намного проще, чем сборка и предположим медиев мага. У тебя есть стартовая игра довольно-таки неплохая. А если ты захватил стол через лакеев медиев арканологов или даже вот через такие дропы как 1-3-2-1-1-1 это уже проблема для квас-троги. Как бы глупо это не звучало. Это во-первых. Во-вторых, у тебя огромное количество заморозок есть в колоде. Это два влизерда, это два конуса холода. То есть, простите, два кольца холода. Все эти карты дают тебе лишнее время. Время это то, что тебе и необходимо. ни в коем случае нельзя разбивать пылку в элементаре. Эта карта должна оставаться на столе. Есть вообще интересный ход, но не хочется его делать. Мне вот тут нравился вариант, друзья, с тем, чтобы пингануть вокалита и добить его фростболтом. Да, это понятно, что решение странное, но не бросается в глаза, но таким образом у тебя все равно остается летальный урон в руках, то есть формально алекстраза, два фаербола фростболта, залетали твои оппоненты на девятый, на десятый. Ты трогаешь две карты, и ты не даешь разбить пылку в элементаре. Ну в итоге выходит арганолог добирает нам вдруг еще один секрет. Такс, и сам просто уже тем более разбивает нас пылку в элемент. Понял, для того, чтобы твой оппонент прямо сейчас сделал квест. Окей, квест сделан, получите, распишитесь. Два элема на стол, поробщик, поробщик, элем, нет, не хватает одного крестового мана, к сожалению. если я не просчитался. Ну да, да, паромщик одного кристалла мана тебе не хватит. То, что ты его поставишь, у тебя останется один, и ты его, что ты уставишь, поставишь, у тебя останется тот же один, но препай-квест это два кристалла. пинкнуть вокалита, да нет, зачем прекратить. Ну, согласен, друзья, у нас сборная Новой Зеландии по-другому играет, решает она уйти, у нас сжечь сама себе карты, это здорово, в овердроу ходить, это просто замечательно, что может быть прекраснее. Шаттл стэк. Я бы его не ставил, ты поставляешься под Близзард. Вот, вот, друзья, ну нет вопросов к Аргентине, ну просто красавчики, ну вот на самом деле, хорошая игра, четкая игра, все правильно, никаких лишних действий, грамотный выбор калод, к пенси, в этом плане, я думаю, как к капитану, как к лидеру команды, можно высказать лишь позитивные слова и диаметрально противоположная ситуация у нас у сборной Новой Зеландии. Удар арканологом, лакей меди, он уже валет, добивает нас паромщика, играем в ледяную преграду. Опять ход не в ману, окей. Нравится, я смотрю, Новой Зеландии именно использовать на один кристалл ман и меньше. Брифует, что хочет что-то добавить за один кристалл. Любопытно. Ну, поехали. На стол мы выставляем, да можно на самом деле вообще все выставить. Пират. Вопрос, кого морозить? Я бы оставил в руках один рывок все-таки. Вот или кабана, или... Ну да, скорее кабана, чтобы получить сейчас двух пиратов с рывком и чтобы глазастик нам в руку не заходил. Вот я думаю, что кабан должен оставаться в руках. Для чего? Для того, чтобы потом если тебе заморозят стол, ты мог его раскрутить. То есть в идеальном варианте тебе нужно сейчас выставить именно пять существ. Вот, добавить пирата и все. А нет, если ты выставляешь Мурлока, то тогда кабана и оставлять в руках пирата. Да, все. Ну, вообще никаких вопросов у нас. Сборная Аргентина. Два рывка у нас есть на следующий ход. Почему именно пять существ, друзья? Потому что всего на стол помещается именно семь существ для того, чтобы мы в следующий ход в случае Близзарда могли выставить два рывка и пронести в лицо. Удар фейс способностью героя и больше ничего не выйдет на стол. Просто красота. Ну вот вот смотришь на эту игру и радуется глаз. Шикарно. Браво сборная Аргентина. Не самая простая колода квастор-разбойника. Яркин не ценит играть очень хорошо. Для тех, кто вообще хочет посмотреть за крутой игрой от квастор-разбойника, очень советую пересмотреть игру Болгария против Швеции, которую мы вчера комментировали с Найманом, участником команды Виртузпро и капитаном сборной Казахстана. Потрясающая игра от Болгарии. Очень-очень сильная игра и, ну, это один из лучших матчей на всем Global Games, если не лучший. Обязательно, если вводы еще... Ну, я думаю, что уже должны появиться записи на группе ВКонтакте, но можете подписаться на мою группу также. Обязательно репост, но матч был воистину крут. 29 дней здоровья у мага. Все, на самом деле, для него неплохо. Есть ли у Новой Зеландии шансы? Друзья, шансы есть всегда. Шансы есть всегда, но тем более в такой ситуации я бы поставил фаворитом именно мага. По какой причине? По той причине, что у его оппонента, то есть у сборной Аргентины, сейчас может не хватить урона и не хватить времени сорвать айсблок. Как я уже говорил, если ты не срываешь айсблок до 9-го хода, ты проиграл. Потому что тут на 9-ой экстраза на 10-ой летал 15 в руках. Но нет, из руки ты можешь добавить только 10. Этого недостаточно. На следующий ход играется Близзард. И единственный шанс на победу сейчас от сборной Аргентины это выкидывать на стол матроса, идти на 10 в лицо со стола и надеяться на то, что на следующий ход тебе придет возвращение в руку через хмелевара или паромщика, ты сможешь вернуть один из рывков и таки донести эту ледяную преграду. Других шансов на победу тут просто нету. Если в руках есть аликстраз, ты проиграешь. Да ладно, неужели зажадничают? А как же вы тогда будете выигрывать, друзья? То есть вы все равно на следующий вам и так хватит, чтобы сорвать айсблок, поэтому сейчас нет смысла пробивать. Но в этом тоже есть определенная логика, поэтому больше ничего не ставим, чтобы у нас поместился именно и пират, и паромщик, и хмелевар. Петроглиф. Все плохо. Ну, леди, она, наверное, броня лучше всего. Ну да, гейзер он бесполезен, портал он бесполезен в данной ситуации. Да, должна быть броня и играем, безусловно, снежную бурю. Можно еще подумать над тем, чтобы забрать гейзер для того, чтобы после Алекстрасы в случае, если наш оппонент играет пирата Прайдоху и ворует секрет в виде антимагии, мы сняли антимагию гейзером. Ну вот, единственное, что я тут вижу. О! А вот это интересно. А вот это минус айсблок. Алекстрасу-то теперь в лицо ты не сыграешь. И вот эта игра становится ярче. Хм. Хорош топдек. Хорош топдек Ваниша. На квест-роге все равно, поскольку ты срываешь асблок, если меньше пяти. Ну, формально лучше как бы под один, чтобы мы могли обилкой добивать, но там, если выбор между два, три, четыре, то разницы практически нет. Если сейчас Новая Зеландия и правда забрала гейзер именно для того, чтобы обыграть пирата Прайдоху и, возможно, антимагию, то красиво, красиво, никаких вопросов нет. Я вот, друзья, задумался, как мы можем выиграть на маге. Ты знаешь, что в руках два рывка. Ты их видел. То есть, даже если не отыгрывать от топдеков, ты знаешь, что в руках 10 урона из срывков. тебе нужно уйти за десятку, еще и как-то проводить в лицо. Если сейчас огненный шар в лицо, пинг в лицо, айсблок 19, тебе времени не хватит. Или тогда тебе нужно топдекать Петроглиф. Ну да, да, это расчет на то, что мы с топдека поднимаем именно Петроглиф. Оттуда его достаем еще один айсблок. И это нам дает время сыграть Петроглиф огненный шар айсблок пинг и мы добиваем пиробласса. логично. Да, все логично, все хорошо. Лицо заморожено, тут победничку не снять. Мурлок похож на пляже на столе. Да? Ну, два существовать и вещи не стоит ставить. Стоит ставить одно, чтобы ты рывками мог возвращаться еще за руки. Хорош. Хватает собиратель сокровищ, пинг, фаербол, нет, там секрет будет один мана стоить. Не хватает. 3-0. Заслуженная, правильная, четкая, хорошая победа от Новой Зеландии. В смысле, это Аргентин, друзья, сори, оговорился. Ну, нет, нет, Новой Зеландии не наиграла тут никаким образом на победу. Будем реалистами. Приятно, что участвуют у нас разные коллективы, вот там топовых, как наши сборные, вот, там сборная США, сборная Швеции, сборная Южной Кореи, которая будет играть сразу после этого, сборная Гонконга, безусловно, вот, до, ну, скажем так, новичков просто цены, это Новая Зеландия, вот, ребята еще не реализовались, как игроки уже устоявшиеся, но это круто, ну, это приятно. Смотреть на новые лица. А, да, кстати, право, право летало своему оппоненту, то есть, нету БМ от Новой Зеландии, ничего подобного. Ну, ладно, ну, не БМ. Хорош. Клин тоже решила не БМить, все, красиво, гейм 0. Показали. Режиссеры, это сухой счет от Аргентины. Все три матча, все по делу, никаких претензий в сторону Аргентины, попросту быть не может. Классная игра, четкий пик, разнесли оппонента, каждый раз на пике, разнесли оппонента по лайнапу, по игре, ну, на классе. Вот это, это то, что называется, знаете, вот там, в большом спорте победа на классе. Когда играет у нас какая-то Тир-1, например, ну, там, в футболе, когда он сыграет там, да, какая-нибудь команда из английской, пример лиги против кого-нибудь аутсайдера, там, 2-го немецкого дивизиона, вот. Ну, это победа на классе, то же самое мы видели сейчас. Новая Зеландия просто далеко, вот, ну, банально, друзья, посмотрите на этот лайнап. Вархант, Друид Пал, Маг Прист, Шаман Рога. Я уже не буду вдаваться в подробности, и Эйсер, Эйсер, забирает себе девятую колоду, это чернокнижник. То есть, в случае эйс-матча у тебя есть самый мертвый класс в современном Хардстоун. Это Лок. Я уже не буду там вдаваться в подробности это разбирать, мы это уже много обсуждали с Нейманом, те, кто слушал эти эфиры, вы понимаете, о чем я говорю, вот, кому интересно, когда там на личном стриме это все еще раз объясню, еще раз расскажу, потому что, ну, очень много времени занимают подобные моменты. Что мы видим по итогам турнирной таблицы? Сбор Аргентины подбирается вплотную к сборной России, и если вдруг россияне проиграют третью игру, то у них сразу, вот так вот, резко по щелчку пальцев в группе все становится не очень хорошо. Поэтому верю все-таки в ребят из России, верю в то, что не будет у нас никаких форс-мажоров, четкая третья победа, желательно и четвертая, выходим с первого места, и без, пожалуйста, без валидола, потому что слишком много уже там сборной СНГ и пост-СНГ пространства организовывают у нас валидола в последнее время в киберспорте, и в КС, и в ДОТе, хватит, давайте хотя бы в Хардстоун уверенно, жестко и без баловства. Следующая игра, друзья, Гонконг против Южной Кореи. Я вот лучший анонс этого матча, я, пожалуй, просто зачитаю вам никнеймы игроков. Южная Корея это Хэнсамгай, Дидайони, Флари и Кранич. Сборная Гонконга. Это у нас Юлсик, Блицкант, Кин и последний чек, который написан иероглифами. Я его уже не первый раз вижу, к сожалению, его никнеймы у нас пишут только на трансляции, вот даже на сайте Global Game, который уже написан иероглифами. Не помню, как его никнейм читается так. Поэтому, друзья, две топовые сборные и матч, который сейчас решает очень много. Команда, которая выигрывает, может выдохнуть и спокойно дальше отыграть в группе. Команда, которая проигрывает, у нее начинаются проблемы, потому что Южная Корея проиграла игру, которую не должна была проигрывать и Гонконг проиграла игру, которую не должен был проигрывать. Поэтому, друзья, уходим на небольшую паузу и как только начнется эта игра, собственно, ворвусь комментировать и очень мне интересно посмотреть. Вот обратим с вами пристальное внимание на война под Южной Кореей. В чем? Есть один момент. Я вам расскажу. Я был недавно на стриме у Дида Йони, он стримит на родном языке, поэтому я мало что понимаю. Но были моменты, где он говорил на английском. Это было здорово. Он как раз обращался к фаерпату, который зашел к нему на стрим. Думаю, что все вы знаете у Гнемыша, бывшего чемпиона мира. И о чем он говорил? Он говорил о том, что лайнапы сборной Южной Кореи, там играют очень жесткие соло-игроки, очень жесткие исполнители Дида Йони, Кранич, ну, сами думают, все знаете никнеймы, там, Хансом Гай. И лайнапы, они продумывают вместе, но идею лайнапа каждую неделю подает другой игрок, потому что, ну, безусловно, у топовых игроков свое видение Хардстоуна, свой взгляд. И первую неделю, которую выиграли, кстати, играл Хансом Гай. То есть, это был его лайнап, это были его идеи, которые же ребята реализовали и корректировали. Вторую неделю, которую Южная Крия проиграла, собирал лайнап Кранич. И третью неделю, вот, которая будет сейчас, это будет построение колод, то есть, построение лайнапов от Дида Йони. Мне очень интересно посмотреть, как Дида Йони смотрит на дебилдинг на Глобал Геймс, потому что стратегии есть разные, стратегии есть, по сути, три, но все это я уже расскажу после небольшой паузы. Давайте ждать у нас самого крутого матча на сегодня и одного из самых интересных матчей, я даже думаю, на целом Глобал Геймс. Игра должна быть определенно зрелищная, так что, друзья, пауза и возвращаемся у нас с игрой. Субтитры создавал DimaTorzok,